Итак, президент России Владимир Путин накануне заявил, что Россия готовит симметричный ответ на испытательный пуск американской ракеты, но вместе с тем не исключил возможности переговоров с Вашингтоном на тему нераспространения после того, как договор РСМД прекратил свое существование. Есть ли здесь противоречия и что это заявление российского лидера может означать в действительности? Это может означать две вещи. Первая, симметричный ответ – это стандартная позиция России. Если вы что-то делаете, то мы тоже будем это делать. Что в общем имеет свою логику? На самом деле это похоже на логику детского сада. В этом нет никакой необходимости. В том, что касается ядерного оружия, как со стороны России, так и со стороны Запада, всем понятно, что если одна сторона решит напасть на другую, уже нет гарантии от полного уничтожения мгновенным ответным ударом. И во многом новые ракеты средней и меньшей дальности России не имеют никакого отношения к США или к НАТО. На самом деле здесь гораздо более важным аспектом является Китай. Заглядывая в будущее, Россия должна признать неприятную реальность. В случае войны с Китаем без применения ядерного оружия, ей, скорее всего, придется уступить всю территорию к востоку от Урала. Помимо увеличения военного бюджета, армии и обыкновенных вооружений, главный способ, который есть у России, чтобы реально сбалансировать силы, – это усилить свой ядерный потенциал. Поэтому России нужен целый спектр ядерных сил и средств, начиная от апокалиптического оружия, которое может уничтожить весь мир, вплоть до оружия меньшей мощности для боевых операций. Так что данное противостояние никогда не было противостоянием между НАТО и Россией. Несмотря на это, Путин, конечно, постоянно заявляет, что он делает это в целях достижения симметрии, причем делает это так, чтобы перекинуть ответственность на США. Дескать, если Америка будет что-либо делать, то и Россия тоже. Таким образом, ему не надо будет открыто признавать, что Россия преследует свои интересы. Что касается готовности вести переговоры, это тоже интересная тема, поскольку для России очень важно сидеть за одним столом с лидерами мировых держав. Они хотят, чтобы с ними считались. Одна из причин, по которой решение США выйти из договора по РСМД было столь существенным для России, заключается в том, что этот договор был особенным для них. Это был не многосторонний договор, а двусторонний, между США и Россией, что подразумевало паритет сил между державами. Именно к этому стремится Путин. Совершенно очевидно, что он хочет продолжать диалог. И не столько потому, что ему нужен какой-то договор, ему по большому счету все равно, сколько потому, что он хочет сидеть за столом переговоров с Америкой, причем на равных. Это очень интересно, и мы еще вернемся к обсуждению участия России в переговорах разного формата, но я хочу уточнить еще один ракетный момент. Тот факт, что США провели испытания практически сразу после выхода из РСМД, является каким-то символическим жестом? Я не такой большой эксперт по американским вооруженным силам, но думаю, это совокупность факторов. Первый — это символическая демонстрация силы. Второй — Америка продолжает наращивать свой потенциал. И третий фактор заключается в том, что нынешняя администрация чрезвычайно серьезно относится к символизму. Все должно быть грандиозно и пафосно. Так что им нужно было своего рода шоу. Ну, теперь давайте вернемся к месту Владимира Путина на международной арене сегодня. Мнения на прошедшем саммите Большой Семерки разделились по поводу того, приглашать ли Россию обратно и если да, то в какой роли. Как вы считаете, насколько для России важно движение обратно к Семерке? Российский президент ведь на эту тему продемонстрировал очень ограниченный энтузиазм. Да, это очень интересный момент, потому что возможность возвращения в Клуб Большой Семерки выглядит гораздо привлекательнее для России, чем сама реальность такого возвращения. Допустим, если бы Россию пригласили вернуться, и Семерка стала бы Восьмеркой. С одной стороны, для них это был бы символичный шаг, означавший, что их в каком-то смысле простили за аннексию Крыма и вторжение на Донбасс. И это, несомненно, было бы для них большим плюсом. Но, с другой стороны, Россия оказалась бы в клубе держав, которые с политической точки зрения олицетворяют нечто совершенно противоположное тому, к чему стремится Путин. И даже когда Трамп говорит, что было бы неплохо вернуть Россию, возможно, он не совсем понимает, в чем суть Большой Семерки. Это не просто семь самых богатых стран мира, это семь самых богатых демократических стран. Иначе, почему там нет Китая? Если Россия вернется сейчас в этот клуб, она там будет заметно выделяться, поскольку другие страны будут осуждать ее и призывать к ответу за те или иные действия. Так что для России намного выгоднее, чтобы просто шло обсуждение такой возможности, и особенно, если инициатива исходит от США. Эта тема вызывает много напряжения и разногласий в Большой Семерке, и именно это нужно России — расколоть Запад. Потому что, когда западные страны выступают единым блоком, они мощнее России, но многие западные страны в отдельности все еще слабее России. Во-вторых, такое положение позволит России быть на виду и в каком-то смысле наслаждаться зрелищем, при этом ей самой ничего не нужно будет делать. Эта инициатива продвигается президентом Трампом при поддержке, например, итальянского вице-премьера Матео Сальвини, в то время как Россия вроде бы ни при чем. И третье. Таким образом, искажается сам смысл Большой Семерки. Если мы будем считать это блоком стран, где Россия может быть участником, то таким образом подрываются ценности, на которых этот блок держится. Ведь это не просто клуб самых развитых стран мира. Таким образом, создается формат, который и Путин, и отчасти Трамп тоже хотят видеть. Взаимодействие, которое сводится исключительно к финансовым интересам, которое совершенно не касается ценностей, где каждый преследует свои национальные интересы и готов использовать любые рычаги влияния. Это мир, в котором все сводится к выгодной сделке. И в этом мире Путин чувствовал бы себя вполне комфортно. Это тот мир, в котором ему хотелось бы существовать. Если в результате этих дискуссий будут подорваны демократические ценности, на которые опирается Большая Семерка, для Путина это будет шагом в нужном ему направлении. Как вы оцениваете положение Путина на международной арене в целом в данный момент? Есть теория о том, что российский президент может извлекать определенную выгоду из проблем, с которыми сталкиваются партнеры. А проблем этих предостаточно. США ведут торговую войну с Китаем, Великобритания готовится к Брекзиту. Я думаю, что в значительной мере Путину на руку чужие проблемы. Ходят разные слухи о том, что он ведет скрытую кампанию по поддержке выхода Великобритании из Евросоюза. Но Брекзит это по сути британская проблема, созданная британскими избирателями. То же самое можно сказать про Трампа. И тот раскол и разногласия, которые мы видим сейчас в США, а также между США и Китаем, и в некоторой мере между США и Европой, Путин, конечно, только рад этим воспользоваться. Второе. Благодаря тому, что он уже 20 лет присутствует на международной арене, это дает ему определенное влияние. Он пережил многих политиков-демократов, которые сегодня здесь, а завтра их уже сменяют другие. И в-третьих, нельзя недооценивать, что несмотря на то, что Путин кажется активным и часто эффективным на международной арене, и его обхаживают такие лидеры, как Макрон или Трамп, внутри России становится все более очевидным, что у руля никого нет. Местные выборы в Москве оказались слишком скандальными и привели к массовым протестам. Слишком много неопределенностей в средней и долгосрочной перспективе для страны с политической, а значит и с экономической точки зрения. Расколы противостояния между разными блоками внутри российского правительства растут. То, что мы наблюдаем, мы уже неоднократно видели на примере политических лидеров, и особенно авторитарных. Когда ситуация внутри страны становится сложной, они начинают искать усиление своих позиций за рубежом, чтобы показать избирателям свою силу и влияние на международной арене. Отсюда и зависимость Путина от международной политики, когда на самом деле он просто пользуется слабостью других. Во многом именно потому, что он не справляется с ситуацией внутри страны. Считаете ли вы, что жесткая реакция российской власти на протесты была ошибкой? Этого протеста вообще-то могло бы и не быть. Решение не допустить до выборов в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, я считаю, было огромным просчетом. С одной стороны, если бы их допустили, некоторые из них, возможно, были бы избраны и потенциально могли бы стать неудобными для власти. Но платформа, на которую они бы попали, все равно не имела бы большого резонанса. Муниципальные власти в Москве довольно бессильны. Там их можно было бы изолировать, игнорировать или завалить работой. Очевидно, что оппозиционеры пошли на выборы не потому, что они хотели перераспределить зонирование в городе. Они хотели получить платформу для продвижения более широкой политической повестки. Ну и пусть, дайте им избраться, а потом перекрывайте им все ходы. И в прошлом, собственно, так и было в Москве, если вспомнить, как мэр города Собянин настаивал на том, чтобы Алексею Навальному было позволено баллотироваться против него на выборах. Собянин понимал, что это придаст ему определенную долю легитимности, когда он выиграет. В этот раз власть гораздо более неуклюже обошлась с оппозицией. Скорее всего, не из-за того, что происходило в мэрии, а из-за того, что происходило в администрации президента. Ведь именно оттуда пришел сигнал занять более жесткую позицию. Это и послужило толчком к протестному движению. Потому что, когда в ходе выборов не только в Москве, но и в других регионах висели плакаты, где говорилось, что у избирателя есть выбор, а потом избирателям в этом выборе было отказано, причем безосновательно, это породило протест. И власть теперь эти протесты жестко подавляет. Что вы думаете об этом? Когда власть создает почву для протеста, неудивительно, что, когда проходят несанкционированные митинги, в той или иной степени будут задействованы правоохранительные органы. Нас не должно удивлять, что авторитарный режим использует авторитарные меры. Но опять-таки, реакция на первый несанкционированный митинг была настолько жесткой, чтобы продемонстрировать силу власти. Это нашло определенный отклик среди элиты служб безопасности. Они ведь в определенной степени дали слабину и позволили пройти протестам против строительства нового храма в Екатеринбурге, протестам в Москве в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова. После этого они, вероятно, почувствовали, что надо брать ситуацию опять под контроль. Как я уже сказал, в этой оценке они просчитались. Но она вполне логично проистекает из уже мифологического периода перестройки и развала Советского Союза. Поэтому они решили, что настало время прочертить линию дозволенного. Когда силовики совершили акты насилия, они отрезали себе путь назад. Ошибку уже невозможно признать. Нужно сохранить лицо и продолжать демонстрировать силу. Так что мы видим результат целого ряда ошибочных политических решений, которые отражают два аспекта. Первый — это грядущая неопределенность. Элиты нервничают, и поэтому они склонны к панике и гипертрофированной реакции. И второй — это то, что службы безопасности и аппарат власти переоценили свои возможности. Они решили, что пора вернуться к старой проверенной тактике решения всех проблем силой. С концом лета и началом осени митинги, судя по всему, не закончатся. В сентябре пройдут выборы, но что будет после, мы не знаем. Как вы считаете, Марк, можно ли ожидать смягчения реакции на протесты со стороны власти именно в связи с тем феноменом, который вы описали? Расколом в самих элитах, неуверенных в необходимости применения крайней силы? Трудно сказать. Жесткую позицию заняли те, кто изначально участвовал в создании этой системы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также Виктор Золотов, глава Росгвардии, который стоял во главе разгонов и задержания оппозиционеров, — это две основные фигуры. Это те люди, у которых нет реальной власти в рамках существующей системы. Они неприближенные, если можно так выразиться. Поэтому их положение зависит от их способности постоянно демонстрировать свою незаменимость и ценность для Кремля. Они должны показать, что они не только полезны, но и что времена настали тяжелые, и Кремлю нужны такие верные люди. Так что, как бы странно это ни казалось, этот кризис им выгоден. И я не хочу сказать, что они разнуздались, но для того, чтобы они притормозили, потребуется директива сверху, а этого пока не наблюдается. Самое странное то, что, с одной стороны, очевидно, что Путин по-прежнему стоит во главе российской системы, а с другой — он как будто уже отпустил руль. Похоже, он больше не управляет страной, во всяком случае, в такие критические моменты, когда, кажется, только Путин смог бы обуздать силовиков. Он бездействует. И, как это ни парадоксально, он не высказал одобрения и не приказал продолжать пресечение протестов, но и не осудил эти меры и не призвал действовать осторожнее. Его как будто нет. Так что я не думаю, что мы увидим какое-то снижение уровня насилия, пока либо сам Путин не появится и не сделает какое-то заявление, либо оппозиция не займет гораздо менее конфронтационную позицию. Я не считаю, что нужно винить оппозицию в происходящем, но если она начнет отступать, тогда, возможно, власти тоже притормозят. Если этого не произойдет, насилие будет продолжаться по нарастающей, если несанкционированные митинги будут продолжаться. Особенно, если протесты будут массовыми, а не просто несколько человек с плакатами. Тогда силовики будут считать, что их репутация пострадает, если они не будут действовать жестко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова